Добрый вечер, друзья мои! Многие владельцы различных смартфонов на базе операционной системы Android сетуют на то, что их телефон недостаточно громко звенит и можно пропустить какой-то важный звонок, когда у вас телефон-смартфон находится в кармане брюк. В том числе указано относится и к смартфону замечательному Asus Zenfone 5, или 4, или 6, не суть, но мы говорим про 5. К сожалению, действительно там звонок из тех рингтонов, которые уже поставлены на него по умолчанию, стоковый рингтон, и они очень громко звонят. Есть несколько путей решения проблемы этой, да даже не решения проблемы, а просто попытаться ее решить, хотя у меня никак, к сожалению, громкая звонка не увеличилась. Что я имею в виду? Некоторые советуют, допустим, отключать в телефоне так называемый энергосберегающий режим. То есть он по умолчанию, давайте мы посмотрим, этот энергосберегающий режим. Таким он образом выглядит. Он у меня сейчас в настоящее время включен. Оптимизированный режим. Я пробовал его отключать, вот этот режим энергосбережения, но, к сожалению, я не почувствовал увеличение громкости входящего звонка. Также некоторые советуют устанавливать программы, соответствующие на телефон. Вы можете их скачать на том же самом Play Market, они бесплатные. Якобы способствуют эти программы увеличению громкости вашего звонка, либо разговорного динамика, назовите как угодно. Я эту программу, помню, скачал, устанавливал себе еще на предыдущий телефон, на предпредыдущий Huawei у меня был. Результат налицо присутствовал. Действительно, громкость звонка увеличилась. Но сейчас я эту программу скачал на Asus Zenfone 5. Попробовал, вообще ни о чем было. И это не только у меня. Я погуглил по теме. Многие отмечают, что устанавливаешь на Asus Zenfone 5 такие программы, которые должны увеличить громкость рингтона, звонка. И, к сожалению, никакого результата нет. Также некоторые советуют использовать такой вариант, как инженерное меню. Да, у меня тоже на ком-то телефоне было. Я в инженерное меню вышел, комбинации цифр. И там был результат. Действительно, все сработало. Появились различные вкладки, плюшки. Там где-то циферки поменял, уровень увеличил. И действительно, телефон стал звонить процентов на 20. Громче. Мне так показалось. Но, к сожалению, не так все просто оказалось с Asus Zenfone 5. Я ломанулся в инженерное меню. Прошу прощения за глагол. Но, к сожалению, и впоследствии прогуглил, что там инженерное меню есть, но толку от него никакого. То есть, в инженерном меню нельзя увеличить. По крайней мере, у меня не получилось громкость звонка. Что я имею в виду? Вот у меня установлена такая программа Mobile Uncle. Она позволяет выйти на инженерное меню. Ну, некоторые это считают инженерным меню в Asus Zenfone 5. Другие говорят, что инженерное меню это другое. Но не суть. Давайте мы два варианта посмотрим. Так вот. Mobile Uncle. Tools. И я ищу инженерное меню. Инженер мод. Ну, по крайней мере, так я понял. Активирую его. Инженерный мод Android. Я также сейчас нажимаю на инженер мод. И у меня появляется соответствующая информация о телефоне. Батарея статистика использована. Wi-Fi information. Достаточно удобная штучка. Но она не является, можно сказать, что инженерным меню в том понимании, которое мы ждем, чтобы что-то изменить. Допустим, громкость звонка. Это что-то иное. Но в некоторых источниках говорят про то, что это и есть инженерное меню. Но в предыдущих телефонах, где я добирался до инженерного меню, что является не таким сложным, оно, к сожалению, ну или не к сожалению, выглядело иным. И там я мог изменить громкость звука. Ладно. Выходим с него. И используем другой вариант. Следующий. Что необходимо запустить калькулятор и набрать следующую комбинацию цифр. И откроется инженерное меню. Давайте мы так и сделаем. Сейчас я выйду в калькулятор. Асусовский стоявший. По умолчанию. Вот я уже вышел в соответствующие вкладки. Активирую иконку. Вот он здесь был, калькулятор. И у меня появляется следующее меню. Я набираю цифры, которые мне предлагают. То есть точка. 1, 2, 3, 4, 5. Плюс. 1, 2, 3, 4, 5. Плюс и равно. И вот что перед нами открывается. Здесь можно... Я уже чуть-чуть прозондировал данные вкладочки. Что-то... Включить тесты чего-то. Я так понимаю, допустим, включим мы, не знаю, спикер-тест. Все как бы проиграло. Нам предлагается фейл, пас. Ну, допустим, фейл. Вот здесь 1926 какое-то значение появилось. И так можно везде эти тесты пройти. Активирую данную вкладочку. Смотрю, что там есть. Можно старт автоматически. Тесты посмотреть результ. Можно все скинуть. А можно вообще выйти с этого, как бы сказать, режима, в котором мы сейчас находимся. Тестово. Но я, к сожалению, не понял, что это мне дает в настоящее время. Если это инженерное меню, то я никак не могу изменить уровень громкости, к которой я стремлюсь, к громкости входящего звонка. Вот такая вот вещичка. То есть выходит то, что я с Асусом должен мириться с тем, что мне предлагается по уровню громкости. Либо искать так называемые громкие рингтоны. Что, в принципе, тоже является выходом ситуации. Ну, я сейчас вам включу рингтон, который у меня стоит. По умолчанию он находился. Звук включаем. Громкость. Все стоит у меня на максимальных настройках. И вон мелодия у меня какая. Ну, вы понимаете сами, что я не считаю ее громкой. Она достаточно тихая. Хотя можно что-то поставить, но она тихая. Но дома мне именно такая тихая мелодия нужна. А то, сами понимаете, окружающие могут вздрогнуть, если что-то поставить там с барабанным кастрюльным боем. Я не знаю. Ну, в общем, вот такие, как бы сказать, результаты сегодняшних моих изысканий двухчасовых, когда я пытался что-то либо сделать, увеличить громкой звонка. Ладно, друзья мои. Всем привет. Держим связь.